И во-вторых, что следует из названия, хотя возможно, что на самом деле именно это, во-первых, тип шкалы не обязательно должен быть интервальным, скорее даже предпочтительнее, чтобы он был категориальным, потому что, собственно говоря, иначе тогда зачем огород городить. По модельному предположению метода и по остальным характеристикам, факторный анализ и категориальный метод главный компонент очень похожи. Итак, запускаем категориальный метод главный компонент. Он находится там же, где, почти там же, где факторный анализ, но чуть пониже, optimal scaling. Выбираем опцию Some Variables are not multiple nominal, категорical, principal, components, define. Здесь несколько более сложный интерфейс, чем в факторном анализе. Верхнее окошечко Analysis Variables соответствует рабочему окно факторного анализа. Сюда мы помещаем переменные, которые мы хотим анализировать, но мы не можем их просто сюда поместить. Мы должны с вами еще и уточнить, каким образом мы хотим, чтобы произошла оцифровка. Пока что мы не будем обсуждать подробности оцифровки. Пока что мы просто поставим Ordinal. То есть, мы хотим, чтобы машина считала эти переменные просто ранговыми, без дополнительных ограничений. Cut PCA не предполагает самостоятельный выбор машины и числа измерений, что тоже есть на числу факторов, числу компонентов. По умолчанию стоит два измерения. Как нам решить, сколько измерений? В принципе, можно оставить два. Но, поскольку это учебное упражнение, я уже знаю, что здесь исходно удобнее поставить три измерения. Как еще можно определять число измерений? В принципе, часто результаты факторного анализа и категориального метода главных компонентов согласованы. Собственно говоря, чем меньше вот это отклонение между матрицей ранговых корреляций и матрицей корреляций Пирсона, чем меньше это расхождение. Тем, собственно говоря, более согласованы результаты факторного анализа и кат-PCA. Поэтому в нашем случае расхождение есть, но...